Здравствуйте! Середина августа. Мы находимся с вами на обширных ягодных полях. Ягоды из семейства вересковых рода Вакциниум. Отличаются только видом. Брусника, черника и голубика. Голубики мало. Вообще-то мы приехали именно за голубикой, но ее очень мало. Но попутно мы нашли и бруснику здесь, и еще есть черника. Будем брать. Черника полезнейшая ягода. Имеет массу лечебных свойств. Ее применяют для улучшения зрения, для ликвидации расстройства желудка, для уменьшения сахара в крови. Также она эффективна в борьбе с многими другими заболеваниями. В косметике широко применяется. Она сохраняет влажность кожи, сохраняет ее липидный баланс. Брусника имеет высокие антиоксидантные возможности. В ее листьях до 9% арбутина, вещества, антисептика, мочевыводящих путей. Голубика – куст высотой в метр. Имеет одревесненные побеги. Ее ягоды также хорошие антиоксиданты. Применяются для улучшения зрения и от многих других болезней. В народе она называется гонобобель, дурманиха. Скорее всего, потому что она растет рядом с богульником, который имеет дурманящий запах. Не знаю. Мне богульник никогда не мешал. И у нас не было таких случаев, чтобы кто-то обращал на него какое-то внимание. Ну, богульник и богульник. В богульнике постоянно собирают голубику, чернику, бруснику. У нас голубику называют буляхи или буяхи. Брусника и голубика спеют позже черники, но в этом году так получилось, что ранней черники не было. Ее придавил заморозок. И в это время получается, что есть все ягоды вместе. И брусника, и голубика, и поздняя черника. И мы будем брать все, что попадется на пути вместе. Все ягоды вместе. И чернику, и бруснику, и голубику. Еще нету и 10 часов утра, как мы уже дома набрали литров 5 сборных ягод.